В пятый раз за последние три года в этот двор в поселке Учдере заходит тяжелая техника. Разбирают завалы строительного мусора. Только за день вывозят несколько грузовиков хлама. Свалку организовал отец многодетной семьи Виталий Шаихов. За деньги разрешает сваливать мусор на своем участке. Такой у него бизнес, из-за которого он сейчас реально может потерять сына и трех дочерей. По поручению Мэра Сочи в порядок приводят не только двор, но и жилое помещение. И хотя этот адрес хорошо известен и сотрудникам Управления социальной защиты, каждый раз, говорят они, их ждет неприятный сюрприз. Накануне, разбирая хлам в доме, они обнаружили и вывезли в прачечную более 200 килограммов грязного белья. Неоднократно органы опеки предупреждали родителей, что в таких антисанитарных условиях дети жить не могут. Это только ради детей производится, чтобы дети хоть в чистоте пожили, чтобы чистенько, хорошо было, чтобы в тепле они были, чтобы было покушать приготовлено. Ведь им же помогают все люди. И социалка помогает, и Управление социальной защиты помогает, местные жители помогают, 76-й детский сад помогает и вещами, и продуктами, и всем абсолютно. Все люди помогают. Но вот такое отношение этих родителей. На время ремонта и генеральной уборки родители и детей переселили в гостиницу, в номер «Люкс», который они буквально за пару дней привычно захламили. Многодетная семья с 2012 года стоит на учете в Управлении социальной защиты населения, как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Было предпринято несколько попыток трудоустроить отца, но он либо сразу отказывался, либо работал не больше месяца. Я бы хотела, естественно, чтобы были нормальные, хорошие условия для детей. Чтобы мне постоянно не грозили, что дети не могут в таких условиях проживать. В очередной раз эту семью пытаются сохранить. Всем миром. С помощью местных депутатов и предпринимателей им благоустроят двор и отремонтируют дом. Уже заменили кровлю. В ближайшие дни начнется строительство новой веранды, ванной комнаты и туалета. Во дворе решено установить водонагревательный котел. По предварительным подсчетам на это будет потрачено почти полтора миллиона рублей.